значит если мы берем сплайн ну допустим старт и возьмем helix чтобы форму сделать пусть вот таким образом будет теперь скорректируем здесь поставим допустим 100 здесь 50 здесь можно 10 20 пусть вот так вот 30 то есть это основание нашего каната я думаю с этим вопросов нет делаем вот так что получше видно было именно все это изолируем чтобы она ничего не мешал значит первый радиус пусть там 3000 будет второй радиус тоже можно 3000 сделать чтобы такое-то колечко был высота если ровно что-то 5000 будет но оборотов нам в общем-то хватит можно кстати сделать очень хитро можно так канат сложить в трубочку но здесь надо будет подгадать высоту я поставлю тысячу 3000 пусть будет ну в общем тут особо разницы нет значит накидываем сюда свит пикаем и получаем вот такую вот форму проблема в том что после этой манипуляции если мы накидываем твист мы видим рамку гизма то есть твист воспринимает это как единый объект и мы не можем его заставить именно путь изгибать и сам путь твистом мы тоже согнуть не можем то есть для того чтобы у нас был изгиб нам нужна толщина это у нас сплайм поэтому свит для этой истории не подходит мы пойдем по другому заходим в компаунд object берем лофт и здесь кликаем get shape то есть принцип абсолютно точно такой же как у свипа да то есть он тоже самое сделал у нас был выделен объект helix и теперь он превратился в объект лофт мы всегда можем поменять фигурку если нам это нужно плюс нас стоит тип instance поэтому мы можем всегда что-то поменять на то есть это очень очень удобно и в общем то здесь все то же самое что касается настройка настройки частично повторяют настройки которые есть в свипе например аута banking а то есть небольшое не то чтобы скручивание как бы а следование по неправильной поверхности вот то же самое сглаживание здесь можно добавить mapping но нам это не надо так мы просто геометрию делаем и здесь соответственно есть дополнительные функции например cap start и cap end это закрытие до этих вот участков дальше значит shape steps это уплотнение формы нашей фигурки да то есть самого профиля допустим три поставим а по в степс это соответственно сколько у нас будет сегментов по тому или иному пути то есть если мы убираем то путь у нас становится таким угловатым поэтому здесь можно побольше общем то добавить я поставлю 40 вот но остальные галочки в общем то тут оптимизация автоматическая да то есть можно оптимизировать форму оптимизировать путь то есть если нам допустим это нам если у нас форма не была бы представлена спиралька это можно было бы еще и путь как-то скорректировать вот ну и все остальное в общем суть не в этом как здесь все это закручивается здесь есть различные деформаторы то есть например скейн твист и так далее ну то есть китар бэвл fit много различных деформаторов и они работают здесь по кривым то есть на определенном этапе можно корректировать их всегда первая точка начало формы то есть данном случае это низ будет вторая точка это конечная точка нашего пути то есть вот здесь она будет и если мы начинаем поднимать вот то есть у нас скейл проходит и равномерно у нас вся форма будет масштабироваться я отсюда и до самого конца вот поставим здесь на 100 по умолчанию да то есть если мы поставим один например то вот мы видим как плавно у нас будет масштабирование меняться тоже достаточно удобно кстати говоря плюс здесь можно поработать с самими точками да то есть вот безе корнер сделать и например вот так вот здесь вот резко и штабирование пошло ну до работы с кривыми в 3дмаксе мы еще дойдем поэтому пока что просто оставим как оно есть закроем скейл и то же самое с твистом то есть если мы начнем вот этот параметр поднимать допустим ну вот сюда то мы увидим что постепенно у нас будет выполняться поворот и соответственно мы поднимаем можно допустим на весь экран вот так растянуть и там какое-то значение поставить то есть чем больше поставим допустим 400 тем больше будет поворот ну для понимания как это работает от самого начала до финальной точки общее вращение составило 400 градусов то есть нам здесь нужно больше ну например поставим 1800 градусов вращение пять полных оборотов грубо говоря у нас произошло на всем пути видим что этого мало да то есть закручивание у нас появляется некое такое но его недостаточно посмотрим день под другим углом закручивание происходит но его недостаточно продолжаем закручивать поставим 300 на 3600 видим что закручивание стало еще больше там 7200 например еще больше ну допустим 18000 поставим закручивание и вот собственно говоря форма каната у нас уже готова единственное что здесь стоило бы подкорректировать берем и вот такая вот красивенькая форма каната у нас получилось ну опять же саму геометрию каната здесь можно всегда будет подкорректировать то есть вот этот профиль мы кстати вот здесь вот самом начале можем увидеть вот он у нас и мы всегда можем его как-то поправить например сделать филипт здесь 15 и у нас вся форма сразу автоматом поменялась отсюда пропадает автоматически плоскость потому что филипт слишком большой и там пересечения диаметре происходит допустим вот на пятерочки здесь поставим 20 чуть более острая форма получается 25 30 вот можно допустим радиус поменять 75 и вот прекрасно у нас канат готова думаю такая вот история будет интереснее и яснее на как работать с канатом ну и думаю что сам лофт много где еще может пригодиться